Часть третья. Невский. Калипсиса. Спиной друг к другу, в медных касках и над ними развивается знамя пожарной части. У знамени брандмейстер, он звонит в колокол. В своем бесстрастии пожарные трагичны, на их лицах играют отблески пламени, которая уже где-то разгорелась, уже где-то их ждет до поры невидимая. На едущих печально слетают огненно-желтые листья из Екатерининского сада, где свой пожар. Мы с мамой стоим у кованой решетки и наблюдаем, как невесомость листьев передается обозу. Он медленно отрывается от брусчатки и на небольшой высоте летит над Невским. За линейкой с пожарными проплывает повозка с паровым насосом, из котла пар, из трубы дым. За ней медицинский фургон, чтобы спасать обожженных. Я плачу, и мама говорит, чтобы я не боялся, только ведь плачу я не от страха, от избытка чувств, от восхищения мужеством и великой славой этих людей, от того, что так торжественно они плывут мимо замерзшей толпы под колокольный звон. Я очень хотел стать брендмейстером, и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Она, понятно, не была услышана, но сейчас, спустя годы, я об этом не жалею. Тогда же, проезжая по Невскому на Империале, я неизменно представлял, что направляюсь на пожар. Держался торжественно и немного грустно, и не знал, как там все еще сложится притушение, и ловил восторженные взгляды, и на приветствие толпы, слегка откинув голову на бок, отвечал одними глазами. Редактор субтитров А.Семкин